Этот дом был построен в 67 году. Однажды здесь только лишь проводился капитальный ремонт крыши, по словам жильцов, 7 лет назад. Больше ничего. Год за годом граждане борются с глобальной проблемой. Каждый отопительный сезон их дом кипит словно чайник. Я здесь в этом доме живу 26 лет. И по стене 5 лет вот такое безобразие творится. Это прорывы труб внизу. Они в одном месте на трубу ставят хомут, в другом месте прорывается течь, затапливают подвалы. Высота подвала, по словам местных жителей, не более 70 сантиметров. Фундамента нет. Внизу земля. Так что мастерам приходится, проваливаясь в мокрую почву, буквально ползать по подвалу в тумане и искать течь. Иногда это делают сами жители злосчастного дома. Там ничего не видно, но слышно очень отчетливо, что в сифоне. В подвале шипит горячая вода из трубы. Повсюду пар. Образуется конденсат. Капли появляются на потолке и стенах, в самом подвале, в коридоре, комнатах, везде. Людям невозможно становится сушить свои вещи. Они их постоянно перестирывают. Конечно, они все заплеснели. Вот, украпируем. Ну, на, все, что-то к вам вернусь. Ложи, и все, перестри. Представить трудно, как в этом доме дышат люди. Первое ощущение при входе в подъезд, что вы попали в хамам, турецкую баню. Только слишком тяжелый и неприятный воздух. Проведя даже 10 минут в этом здании, мне стало трудно дышать. Оказывается, жильцы общежития все равно не могут привыкнуть к этому пару. Даже с маленькими детьми по ночам они спят с открытыми окнами в своих комнатах. Жильцы дома хотят, чтобы замена или капитальный ремонт труб был произведен в ближайшее время. Они готовы пережить отключение отопления. Не раз такое уже случалось, поэтому у многих есть электрические обогреватели. Я пошел в управляющую компанию из-за того, что полы были очень горячие, ходить по ним было нельзя. Они пришли, отключили отопление и все новогодние праздники отопления не было. 10 января жильцам дали отопление, после чего в доме полопались трубы, а подвал залило горячей водой, уже понакатанный. Вот так заботится о жильцах их управляющая компания. С управляющей компанией вообще у нас была городская роща. То есть мы узнавали, звонили в инспекцию, в инспекции нам сказали, что управдом. Сам директор городской рощи говорит, что городская роща. Оказалось, что ответы жильцам на их запросы приходят от управляющей компании управдом. А пишут они свои претензии в городскую рощу. Граждане не понимают, что происходит. На проблему никто не реагирует. Люди собирали подписи и обращались к губернатору Рязанской области. Но пока ничего. Они в отчаянии и вновь и вновь выкладывают посты в интернете и призывают СМИ помочь им. Одна из фотографий в соцсети уже привлекла к себе внимание общественников. Я как член штаба Общероссийского народного фронта решил подключиться к данной проблеме и попробовать помочь жителям решить данную ситуацию. Путем усилий штаба и инициативной группы, которая здесь была организована, мы написали предписание, то есть прошение в жилинспекцию, соответственно, написали документы в администрацию и, соответственно, ждали ответа от жилинспекции. Жилинспекция, как вы уже видели, то есть по документам свой ответ прислала. Соответственно, мы, в свою очередь, будем добиваться решения данного вопроса и дальше. Для того, чтобы вернуть жителям нормальные условия. Вся инициативная группа приходит к выводу, что нужно вновь обратиться в вышестоящие органы, чтобы управляющую компанию, которая отвечает за этот дом, как бы она ни называлась, заставили исправить катастрофическую ситуацию. Пока полы первого этажа, которые в основном деревянные, уже сильно гниют, не провалились в подвал, а все дети, живущие в общежитии, не приобрели заболевания дыхательной системы.